Одесса спорт представляет о нашем спорте. Оперативно и подробно. ФК Одесса одержал красивую победу над харьковским Гелиосом. Бортовик неожиданно для многих крупно уступает Дома Мотору. А теперь обо всем в деталях. Черноморец снова потерял домашние очки, сыграв ничью с Ильичевцем. Отцепить конкурента от гонки за место в Еврокубках на следующий сезон, таков был лейтмотив для одесской команды в этом матче. Но это кроме желания наконец-то победить. Видимо, в первом тайме черно-синие в какой-то мере недооценили соперника. Однако после перерыва акценты были расставлены более четко. И это принесло результат. На 54-й минуте Джаджи поборолся за мяч недалеко от левого углового флажка, откинув центр на поли тыла. Сергей сместился к штрафной и метров с 30 по уходящей от вратаря траектории запулил мяч точно в дальнюю от себя правую девятку. 1-0. Гости принялись сбивать темп многочисленными фолами. Кроме того, Николай Павлов ввел двух свежих футболистов и своего мариубольцы добились. На 78-й минуте Кутас, не успевая за соперником, зацепил в подкате Акриашвили, который с пенальти сравнял счет. 1-1. Ничья, которая не устроила никого и уж точно не устроила хозяев. ФК Одесса продержал на Спартаке зрителей в напряжении все 90 минут матча, сумев переиграть дома Харьковский Гелиос. Обменявшись неопасными ударами со штрафных, хозяева заработали угловой на 16-й минуте. Навес дошел до Опри, который пробивая попал не по мячу, а по Эйценко. Арбитр посчитал, что произошла накладка и назначил пенальти. Балабанов развел мяч из Сидорова по разным углам. 1-0. Нахновленные деситы пошли вперед, заработав несколько угловых и заставив вратаря соперника попотеть. На 25-й Кравченко с линией штрафной мог сравнять, но, замыкая подачу головой, пробил рядом со штангой. На 27-й Гавриленко заработал штрафной метр в 30 от ворот, но Дмитрию Пархоменко чуть-чуть не повезло. Мяч прошел у самой стойки. Спустя 7 минут после перерыва навес Константина Пархоменко с правого фланга со штрафного в гол превратил Малин. Удар головой и 2-0. На гости мгновенно сократили отставание. На 53-й Опря завалил штрафной Кандаурова и Давыдов с точки переиграл вратаря. 2-1. Хотя инициативу перехватили гости, на 68-й минуте вновь был назначен пенальти в ворота Гелиоса, но Дмитрий Пархоменко не переиграл голкипера. Интрига закрутилась в концовке игры после того, как на 76-й минуте Гелиос сравнял счет. Благо, что у хозяев нашлось чем ответить. Гол-близнец на 83-й провел Пицик. Удар из-за предела в штрафной поверх вратаря снова в дальнюю девятку. 3-2. Мастерство и немного везения принесли Одессе победу. Реванш за поражение 0-3 в первом круге состоялся. Волейбольный клуб «Химик» завершил чемпионат Украины уверенной победой над запорожской орбитой ЗТМК ЗНУ. Этот выигрыш стал 16-м подряд первенствой страны. Лучший результат за время выступлений в Суперлиге. И еще до старта заключительного матча призеры были определены, поэтому игра «Химика» с орбитой стал своеобразным матчем дружбы. Несмотря на отсутствие интриги, волейболистки обеих команд вышли на площадку мобилизованными, отчего градус борьбы был достаточно высок. Волейболистки играли, что называется, в свое удовольствие. Сразу после матча южненские волейболистки подарили зрителям чемпионский Гарлем Хейк. То, что мы стали чемпионами, так планировалось, и предкоманда была поставлена задачей. И все для этого, в общем-то, и имелось. Блестящий финальный тур в Луцке. Здесь блестящая игра. Ну, просто молодцы. Я очень благодарен девчонкам за эти игры. Руководство, которое... Я такого в своей жизни ничего не испытывал. Такой опеки над командой, такой организацией. То есть, все это все вместе явилось, наверное, фактором того, что мы победили в чемпионате. 22 апреля. Впервые за последние 4 года запорожскому мотору удалось сломать сложившуюся традицию и обыграть портовик на его площадке. Неожиданностью для обоих соперников стал счет поединка. Южненцы проиграли 16 мячей. Портовики открыли счет матчей. Первые 3 минуты чувствовали себя хозяевом в площадке. Защищающий рамку южненцев Игорь Чуплина с легкостью парирует первые атаки гостей. На третьей минуте запорожцы сравнивают счет и без раскачки занимают позицию лидера. В 18-й минуте южненцы уступали гостям 1 мяч. 8-9. Далее ведущую роль сыграл дуэт Бурка-Сорокин, в котором первый безжалостно бомбил ворота хозяев задней линии, второй надежно защищал рамку мотора. К завершению первой половины встречи запорожцы увеличили преимущество до 5 пунктов. 11-16. Ситуация оказалась серьезной, но не безнадежной, ведь впереди еще 30 минут игры. Однако первые 10 минут второго тайма стали неприятным сюрпризом для хозяев площадки. Плюс 6 в активе гостей и лишь один гол на счету Портовика. На табло 12-22. В реальность происходящего болельщики южненской команды отказывались верить. С 40-й минуты результативность Портовика улучшилась. Однако остановить набравшего обороты соперника не вышло. На 20-й минуте южненцы уступают уже 14 мячей, а в финале 16-21-37. Немножко надломились и молодые игроки. Как-то чувства приводились. Но они пришли где-то аж в конце игры, когда уже практически ничего не решало. Поэтому я думаю, что просто, знаете, черная полоса такая. Где-то, может, и сказалось усталость для основного состава. Ну а второй состав был просто не готов. Однако уже в выходные Портовик сумел реабилитироваться за провал выездной победой над полтавским «Динамо». Выигрыш со счетом 24-30 доказал, что случай с мотором – лишь небольшой срыв команды перед важнейшей частью чемпионата серии «Плей-офф». 1 апреля торговой марки «Торнадо Спорт» исполнилось 17 лет. К этой приятной дате компания приурочила открытие нового, фантастического по масштабам и ассортименту, мультибрендового магазина спортивного инвентаря на Малой Арнаутской 105. Смелая заявка на самый большой в Украине спортивный магазин абсолютно себя оправдывает. Тысяча квадратных метров и 10 тысяч наименований – товары, производства Германии, США, Франции, Англии и Китая. Я, честно говоря, не ожидал такого красивого и помещения, и все, что в нем находится. Я себе представлял, что в ЦУМе там, предположим, были свои, если есть, моменты продажи спортивного инвентаря и оборудования. Но когда я сейчас пришел сюда, я просто потерял ориентировку, потому что все настолько красиво, современно и, самое главное, качественный товар, очень качественный, на мой взгляд. Во всей красе инвентарь для игровых видов спорта. Мечи, ворота, сетки, форма, одежда и снаряды для гимнасток от совсем юных до мастеров. 40 видов теннисных столов, 50 велотренажеров. Видов, а не штук. В Торнадо Спорт есть абсолютно все для фитнес-клубов и тренажерных залов. Дорога под воду тоже начинается здесь, на Малой Арнеутской 105. Дайвинг, подводная охота, бассейн – все на ваш выбор. Отдельного внимания заслуживают спортивное питание и витамины. Одновременно такого выбора вы нигде не найдете. Тут же оборудование для тяжелой и легкой атлетики, акробатики и единоборств. К слову о единоборствах, здесь ринг можно не только приобрести, но и рассчитывать на его профессиональный монтаж. Также много продукции для детей. При входе вы видели большой детский городок, сказочный, на 50 квадратных метров, где дети, приходя в наш магазин, могут свободно поиграть, пока их родители занимаются подбором продукции для себя. Говоря об эксклюзиве, отдельно стоит обратить внимание на огромный выбор сувенирной продукции. Кубки, медали, призы из самых разнообразных сплавов и металлов. В огромном ассортименте клубная продукция, и все это не просто так. Мы уверены, многие телезрители знают и болеют за полпредов Одессы высшей лиги украинского баскетбола, ВК «Торнадо», детища торговой марки. Ребятам низкий поклон. Они создали в Одессе команду, которая заявилась в высшую лигу украинского баскетбола и достигла уже неплохих результатов. Они вышли в финал четырех. Они отдают часть души, часть сердца своего, часть времени и часть денег на то, чтобы развивался любительский баскетбол. ВК «Торнадо» на данный момент делает все возможное для проведения Кубка Украины по баскетболу в период с 11 по 13 мая в Одессе. И задача, которую ставит перед собой коллектив, это завоевание самого трофея. А пока команда готовится к этому ответственному событию. Одесситы могут, если повезет, встретить в этом замечательном спортмаркете своих спортивных кумиров.